Здравствуйте! С вами яркие книги, уловившие нерв времени, и я Светлана Федотова. Умберто Эко – признанный интеллектуал. Его книги всегда попадают в мифологическое ядро, рассказывают о том, что же там творится в нашем бессознательном. Например, этот роман «Пражское кладбище» о том, как на пустом месте может возникнуть ненависть кому угодно. В предыдущих своих книгах Умберто Эко уже развивал свой тезис о том, что история перекраивается вслепую с какими угодно целями и кем попала. Но здесь особо хорош сюжет. Он вполне приключенческий, если не сказать авантюрный, да и действие происходит почти целиком во Франции. Книга непростая, но у Умберто Эко простых романов и нет. Если вы ищете легкое чтение, то эта книга точно не подойдет. Но если вы ищете ответы на незаданные вопросы – вполне. Другая книга тоже не для слабонервных. Дженнифер Иган «Время смеется последним». Автор за эту книгу получила Пуллицеровскую премию с формулировкой «За изобретательное исследование темы взросления и старения в эпоху цифровых технологий и стремительно изменяющейся культуры». Литературные критики относят этот роман даже не к постмодернизму, а к пост-постмодернизму. Если коротко, то книга про когда-то великую панк-группу, а теперь всего лишь сборище старичков, которые изо всех сил цепляются за прошедшую молодость. Но на смену им уже пришли аккуратные молодые люди, которые не ругаются матом. Заканчиваться, тем не менее, все очень хорошо. Справедливость торжествует, а Дженнифер Иган с этим романом заняла одну из первых позиций среди американских писателей. Считается, что она очень точно уловила нерв времени своим произведением. Здесь я планировала рассказать о новом романе Виктора Пелевина, который тоже славится тем, что умеет ухватывать самую суть того, что происходит. Мне нравится фраза, что писатель – это шаман, который ловит звуки перемен и рассказывает о них своему племени. Пелевин долгое время был таким шаманом, став оракулом 90-х. Но, увы, о романе «Смотритель», две части которого вышли этой осенью, можно сказать только одно слово – мимо. Возможно, дело в том, что в последний год время так сдвинулось, так изменилось, что писатели просто не успели за изменившейся парадигмой. Нет пока романа про то, что происходит у нас в России, здесь и сейчас. Но все, наверное, впереди. Остается читать вечные произведения. Например, «Братьев Стругацких». Магией их книг подвластны самые разные люди, независимо от возраста, образования и убеждений. Да, это книги на все времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова